youtube канал серейши лучка кто еще не подписался подписывайтесь и все молча идут съемки всем привет вот и настал момент когда мы собираемся ехать киев сегодня суббота не знаю как долго мы туда будем ехать я пока был на работе юра вставил наш саркофаг прицеп и и говорит что я сбил короткую штуку но я созвонился с серёгой серьезно сказал что чернуха свинка сбитая ну короткая поэтому влезет да и папка но влезет в общем надо надо там подставить запаску и все понял тут краю вот эти бруски надо взять я возьму шуруповерт шурупы и переноску потому что если все-таки придется укрепить но мне кажется что достаточно хорошая получилась будка да вот я говорил о вот этих крылах поэтому шире сделать точно не мог вот сделал впритык мы размеры снимали смотрите как впритык заходят да чтоб не упала все дверки ты мимо едешь нет ты не попадаешь все вообще получилось очень даже хорошо так как мы едем куму дотянешь юрчик едем куму то кум наш местная живет сейчас киеве то вот его мама и теща переда передали им вот такие тормозки они говорят на вы с прицепом и думаю боже ведь пор и поддадут ну молодцы вот намастерили много банок картошка яблоки все подряд и тут вот сумки в общем все что ход возьмем и переноску и саморезы чтобы ну чтобы быть более спокойным вот у меня такая есть 40 метровая переноска я ее вчера не скручивал потому что так замерзкнуло что я боялся что он сломается вот так вот и вот эти бруски возьмем и сейчас возьму самореза в общем мы мы уже собираемся вот ванюшка пришел нас провожать бери ван шуруповерт взял вот положил саморезы в коробочек из-под этого и переноску сейчас возьмем вот эти бруски я не знаю может придется не придется усиливать этот саркофаг непонятно можно юр я положу это в багажник чтобы эти мелочи не развалились а отпыляем в общем сделал двери а они чуть-чуть я вот их сделал пошире они теперь не установил давай приподнимем сюда на борт сложим и поставим обратно понял возьми утром тяжелено и шо потом опустим ой как он плотно заходит в багажник до положить ложи в багажник еще так и ехать с поднятым да нет мы сейчас сюда поставим в дом скинем на держи держи вот так возьми не знаю вот так нет тяжелого ты сейчас это все не кричит хороший такой я щечек получился не тяжело ванюш тоже ставить сюда блин надо было карт мешок картошки туда кинуть да все решили поставить один ящик сюда один в багажник чтоб потом было о боже мой как сейчас все вывалится можно баночку нам будет съесть по дороге да усохла скажем что нет о боже вот все сейчас опустим закрывай нам надо ехать посмотрели заглянули под этот а пружина трет об колесо пришлось снять колесо и вставить шайбы вот а вот эту пружину колесо тело поставили шайбой но сняли колесо поставили теперь ну как бы отдалили немножко от вала или как вот эта фигнюшка называется правильно и вот эта фигня между колесами вал балка вот отодвинули вот ну вот так и сейчас наконец-то уже собираемся давали уже прошло два часа мы уже должны подъезжать киева мы еще не уехали я переоделся вот такой теперь взял сменные вещи так сарая по любому к серёге полезу потому что то что видно на камере совсем не так как посмотреть на это вживую ну а в этих вещах новеньких я туда не палец ну как новенький ну чистые выходные вот так да ванюшка и ваня говорит я поеду с вами я верну с удовольствием бы но так как мы едем поздно и теряем колеса еще не выехал точно говорит юра то лучше не надо поставили вот запаску сюда ну ящик подвинули туда в края запаску сюда поставили но она будет конечно туда-сюда кататься тента нету но я думаю будет нормально и так пойдет да каринка привет ой девчата попали еще забыл взял же взял степлер и скобы потому что скорее всего нужно так как потому что уже мороз ванюши так как тент султанчик кути 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 кутичка хороший мальчик хороший мальчик такой вот такой хороший мальчик тара только что ваню не узнала как начал на него гавкать да моя девочка моя взяли степлер дай пестик и скобы потому что все таки купим пленку и обобьем все вот так обобьем ящик чтобы чернуха не замерзла вот это тоже туда можно вот так ну и все будем выдвигаться до брат выглядит наш ящик подозрительно как вы думаете нормально ю все огонь все ой ваня взял куму и серёге по две баночки грибочков так как бы гости четыре баночки вот маслят таких красивеньких две серёги две куму ваня ваня мне говорит папа там стоило 14 баночек где четыре банки ванте как надзирате таких какими грибами даже я не знал сколько сколько там баночек вода но нет это домой сходи все в общем сейчас я скажу ну с богом и ты езжай с богом поехали дай бог что мы доехали нормально ну прощай морозовка встречай нас киев в общем мы едем уже три часа юра плачет нас навигатор немножко повел не туда и мы едем через какие-то только матом сказать через дня это точно вместо того чтоб ехать по шоссе таком хорошим скоростном мы едем где-то в лесу нам нужно сейчас доехать еще двенадцать восемь километров до валок и уже 8 до восемь с половиной и надо где-то что-то купить попить и только тогда мы съедем на трассу в общем мы уже едем четыре часа наверно до 3 а проехали сто километров 110 110 110 километров за три часа в киеве мы будем к понедельник ну знаете виды красивые села такие осенки очень и дарил про то мы валки проехали да в общем выехали свалок смотрим а тут ложат новую трассу вот тут прорыли и такую прям хорошую толщину асфальта ложат вон сколько техники вообще красота вон стоит гляньте да прям приятненько за страну на самом деле потому что таких дорог таких дорог я нигде не видел первое приятно за 120 километров ну да вот красота гляньте какая техники вот сколько классно вообще вот стелят будет новая дорога мы сейчас едем тоже дни сказать чтоб по плохой 130 километров уже видели первое приятно ну да за 130 не здесь наверно в один слой а то их же два слоя всегда ложат это наверно в один слой асфальт но вообще классно чем-то занимаются нет хоть как-то дорогами занимаются или как-то да ну молодцы гляньте заехали в чутово купить что-нибудь попить и перекусить вот так саркофаг выглядит из стара со стороны взять бананчиков мало мы корзинку не взяли да себе пожигать а тиша 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 не надо дай нам отернили а зачем нам отернили давай давай возьмем просто маленькую кусь эту маленьких я не хочу так и маленько зачем алкоголь а что-то за кексик с чем ничего возьми таки желтый с красителем в общем мы взял и бананчиков себе надо пищу вот это взять да как-то дорого не надо этот кум он все он купил кажется а а что купил то на столе стоял коньяк у него на фоточка ты не видел с борщом нет все а где поясню это а это мы не местные мы не знаем опачки мне нравится этот город или надо было взвесить или весы у вас а цены обычные нет мы впервые в таком магазине где кассы непонятные не знаю должны зачем мы больше никогда к вам не прийдем а на обратном пути да а где снимали одного раза и в полтаве я не знаю это тайна или просто не знаю это а 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 спасибо большое завтра зайдем ребят заехали в чутово купили фанты купили маффины написано маффины со сгущенным молоком а сгущенного молока то нету обычный бисквит обычный бисквитик пустой покажи ничего нету внутри но это даже разводилово облились панта это кошмар какой-то солнышко солнышко заходят уже но это кошмар какой-то а мы до сих пор в харькове вот опять проезжаем асфальт новенький 2 в два слоя положен слой наверное 25 сантиметров вообще красота только не единственное не пойму почему новую дорогу делать повыше от той по которой мы едем примерно на полметра непонятненько поднимать ну может а вот проезжаем место без дороги только подготовлен котлован так так смотрю что они прям конкретно делают дорогу ну-ка сам котлован где-то на метр в глубину а еще плюс дорога на полметра будет подниматься над этой дорогой больше то есть это прям как-то необычный ну молодцы если решили сделать хорошую трассу а вон сзади горят болото видите костер красота о видите вот смотрите а вот дорога вот прекрасный какой толстый слой асфальта Юр ты можешь заехать вот тут на нее ну давай вот тут заезжай вот техника классно гляньте красота молодцы прям любуемся непонятно чем такая прям красота дорогу делает скажите ну я же вам говорил что может не пойти что на карте или нет стоит что делать а у меня проблемы из-за вас нет нет я не знаю я не знаю я я не знаю я не знаю я я уже потемнело а мы до сих пор в Полтаве вот заехали на заправку заправили машину и купили вот такие красивые бургеры ой огурчик вывалился с него вот такой а вы потом меня спрашиваете почему я такой толстый да откуда ж мне знать почему я толстый я ем очень мало а вес добавляется поле горит не надо пить в общем мы уже едем шестой седьмой восьмой час сколько время идет восьмой восьмой час вы ехали в двенадцать а уже почти восемь но мы уже близко мы уже в двадцати километрах в сорока километрах от ягодина и уже подъезжаем к куму он там уже скоро заснет ну слава богу мы уже рядышком саркофаг на месте довезли ну в общем я когда его скручивал я его скручивал поздно вечером и вот только что проверяли оказалось что дверку я прикрутил одним саморезом и она отвалилась ну я саморезы взял с собой я в начале видео говорил поэтому это не проблема все отремонтирую все будет хорошо Киевская область вот мы и в Киеве мы в Ягатыне вон мой кум мы ее наконец-то нашли будем сейчас ночевать у кума а уже стоим стоим а уже завтра поедем в Березань к Сереге да Юрчик? ну как тебе поездочка? сколько эмоций за 8 часов? машина доехала хорошо прицепчик за который мы переживали тоже саркофаг на месте мне кажется хорошо ну а как что ты можешь сказать что плохо? а я откуда знаю ну раз доехали значит хорошо ну сейчас будем подниматься вот кума дом он там ищет нам место и будем сейчас уже отдыхать в общем нашли место для прицепчика дай бог что к утру саркофаг будет стоять на месте приехали нас тут ждали стол приготовили красота бакса давай скажи мур мяу скажи мур мяу бакс баксочка хвост вверх хху хху наконец-то мы приехали к березане за сутки но в общем и в 12 вчера выехали уже почти 12 ему вот мы уже на месте в березане вот знак ну да в общем мы уже нашли куда нам ехать нас приехал встретил серёга вот мы едем сейчас за ним ну я так понял осталось совсем чуть-чуть и сейчас будем пытаться засунуть свинку в этот саркофаг я не знаю получится у нас или нет но будет наверно смешно в общем вот мы у серёги серёга привет а вот чернушечка наша красавица ну я думаю влезет по длине должна влезть будет нормально ой ты моя девочка она сейчас ну и голова 30 никогда у меня не было чтоб обхват был больше чем это чем длина краса в давно варховат я нас хнуру сейчас красоточка сегодня четыре дня меландрассик миржевицкий ой красавчик боже свиноматочка килограмм наверно 300 как минимум вообще как корма вот я что так огромна ответы на эти вопросы что за корма нельзя на химии готовы не все на химии просягла свиноматки два руки дыбы как раз оттал в общем серёга вин показывал видео когда у него свинка поросилась потом снимал видео як винным ставим железо и байкокс давал поскольку байкокса давал а то я не написал видео подавился до на килограмм байкокс от коксидиоза все чтоб не поносили дедки не правильно правильно тоже я так не могу казать на на бройлерных свиней ляньки толстюнчик красавчик ты бачишь эти представь третий месяц мы в цей красный месяц мы в цей красный месяц мы в это может она мне не нужен ванна тут вот она чернуха 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 ну не брыля блин ну я боюсь тут сидят перепелочки у серёги вообще боже який молодец серёга мы думали нам не доночевать мы могли в одном из загончиков заночевать боже а це красавица дивиться ножка на ножку а цих можно вот серёга поставил ты ж их только взял ну так вот 14 числа буду який там месяц было им 23 дня я их трошки пизднейше брал и уже такие ребята боже дивиться який валерчик и красавчик и ляняки толстых а так снаружи вроде мы вообще не в сарай заходили способа да все правильно тут добыть проблем насыпал комбикорма нет и ему жарко просто а вот стоит бочка с водой нипель не поилочки ось такими смеха чашечками вообще ну то есть все так организовано серёга а что она там постоянно капает нет они за эту серебристую пипку дергают и вода капает в чашечку да 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 вы садки а а чубака забрал свиню свиноматки парисял нет не видишь ну они короче распродали хозяйство я забрал их парисяк что 100 числа им будет 90 дней а это один выводок мысон тяни ляжка коло и какие препараты шва мин таки толстые мы Chimaota diskus claro все возможно в mehra вот она 15 мм так и дойдемся а То ты думаешь, фу, фу, Андрюха, ты вонючка. А тут, когда все... Ой, красотунчики, глянь, який Василь. Ну, он вообще... Не ближе, ты разпередишься. Да он от нас, это он сюда приезжал на работу. Ну, он же нас, да, живет в Яготині. А, уже рік уже. Это жена там, или что? Ну, жена в семье. Да и она наша оттуда. Мы вот это ехали, сказали, давай проведем... А я тебе когда-то в комментариях писал, ты сказал, манеком живет в Яготині. Да. А я питал, в Яготині я з Березані. Так я не знаю, где Яготин, мы первый раз приїхали. Не знаю, где это, мы ни разу не были. Если б не твоя свиня, мы в Докума в жизни не приїхали. Ты вложный бачишь, есть плю. Они, конечно, нас выехали за пределы Хангельсу. Вот и вообще красотунчики. Ага, мы на море каждый год мотаемся. Боже. Поросяти есть, поросяти. Мне не нравится. Такие, чтобы у тебя были, понял? Подивись на целяшки. Да. Прямо жить надо, видно? Надо любить. Надо, надо заняться. Боже, как все сделано просто. Это был курятник, это был подновес, это был бролерятник, это была вытяжка. А высота загонщика у меня вот такие мои перепрыгки. Ну конечно, говори спортивный. Оно должно наїстися и чувствовать себя свободно. Блянь, бортик, а ну да. Он все разбирается. Гляньте, ребята, бортик по колено. Как могут свиньи не вылазить через такой низенький бортик? Это невозможно. Я все снимаю, видео будет на 2 часа. Ты что, здоровый? Я хочу лодка, потому что у меня там снимают, и по закадрам каже, выкинемо. Бункерные кормушки, все цивильно, вообще. Боже мой. Когда свиньи сито, когда в свиньи есть достаточно людей и ежи. Ось засыпают, а там они эти. Они будут ломать и кусать. Представь. У меня один мужик тоже там, савинцем, займался таким тоже, как я за это. Ну, он свиньи в огороде там тримает. Кошмар. Представь. Они не колоти, если воно сито, если икар. Конечно. Да. Он не прикручен. Это тяжелое оно. Просто стоит? Ты покупал или делал? Купляю. А где купляешь? Это здание, БУшка. О. Заходишь в интернет, дивится у нас. Здание завтра закажу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты что, красота. Боже. Надо подивиться в видео, какие они были. У них были такие ляжки? Чи это ты уже их откормил? Були, были. А это людина годовала по моим технологиям. У меня много скупцев в районе годуют, берут у меня кормо. Броллер съедает 5 кг корма. Жарко, жарко. Там нужно включить вентилятор, лучше будет так. Там все нормально. Вон, видишь, как пьют? Видишь? Вон, за пиптик хватает. Температура у нас примитивная. Ага. 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 Вон не кусается? Ага. 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 Когда меня что-то шукало, говорит, где ты пропал. Да, и собака вкусивый, собака. Не, пришел в мовчки и вкусивый. Крутя. Джек, нехороший. Пришел в мовчки, не Галка и вкусивый пришел. Джек. Хороший. Ютуб-канал Сергей Шелудка. Кто еще не подписался, подписывайтесь. И все молча идут съемки. В общем, мы уже подкручивали вот крышу, подложили вот такой подончик. Сейчас будем загонять сюда свинку. И потом ее закрутим со всех сторон, обобьем ее, ну, биг-бегами старыми. Я иду такая вся вдоль Чегабана, да? Что за красотулечка моя. Не, она чистокайся. Там была на речниках. Она ж так нура, да, не все. Все, все, можно снимать уже. Андрюха, она своя, я тебе готова видеть для тебя. Смотри, все, она готова. Я ж тебе кажу, завтра привезем и опоздаем. Не, не нормально. Сегодня-завтра будет как расчетка. Короче, я даже веревку снимаю, потому что она застает. Она никуда не пидая. Машутка. Чернушечка, пошли девочка, пошли. Идем. Идем красота. Здорово. Может, ты на ней легких? Она блецела в дорогу нормально сочухать. Вона уже в меня влюбилась. Так, ладно. Будет ей погано, нам сейчас хитину глинить. Нет, она наоборот так зайде. Сторон-фер, она там зайде. Надо было и правда на ремни будет, чтобы вытягнуть. Сейчас просто возьмите под собой. Ты его снимаешь? Да. Серьёзно? Да. Ну я в чистом. От меня должен быть какой-то толк. А что мне это не сказали? О, нет. Не-не-не, не перед. А что, задом? Есть ремни? Есть ремень? Давай, ты дай ремень. Здесь ремень. За ремень я могу взяться. Тебе есть ремень? А, у меня есть ремень, кстати. Венчистый, новый. А мы за заднюю возьмем. За заднюю будет дры. А так бы на ремни. Один так, и другий так. Так, а кто... А что там, хватает длины, да? Конечно. Слава Богу, я так переживал. Оп-оп-оп. Ты в городе, да? Да, Лена. А ты мой брат из Баразани. Та и тут шикарно. Она еще и будет... Мне кажется, надо еще и еть соломой. Она в ней закопается. И ей-то не дутим. Серьезно, ну серьезно. Не то, что мы не там для красоты. Дай, я сниму ее сверху. Ты снимаешь? Да. Ну вроде да, подивите. Надо их... Ну кай солому кинуть. В общем, посадили чернушку. Сверху она вот выглядит, даже не занимает весь станок. Она широкая, но не сильно длинная. Но тяжелая, еле подняли. Вообще красавица. Что ж она начинает паниковать? Не, не. Вы рушите, она ляжет. Да? Да я все лейбозил. Вот так, как все. Так ты рушаешь вот это. Рушишь, все не лягает. Сейчас главное по берегу все дело сделаем. Все, все, сейчас будем тебя вот тут так звучать. Все, все. Закрываем вершок. Соломы принесем, или нет? Нет. А ну? Нема там самоведа? Так что? Не. Не, не, не. Самоведа ты. Чернушка. Давайте. Твоя девиточка. Не надо развертать. Не надо. Не надо. Отличай, блин, я побольше и вам напечкаю, блин. Давай, чтобы, что-то нам не нравился. Сейчас я тебе что-то подарю, после того как загрузил, мы не отвечали. Ну как понимаете? Винься, вообще что ли?! Озверел. Все нам надо ехать подарки схукать. Давай, каждую досточку, ну я нафиг. Пипец. Ну лучше, да, так, кидай там. Это вообще уже прям неудобно. Ну, конечно, да. То, что Серега вырос, ты в это, в это, в это. Ну, спасибо, конечно, Серега. Серега, давай, я тебе руку послал. Ну, это какой-то кошмар, ну правда. Не, ну не надо, Серега, правда. Это перегруз уже. Это взяли просто, чтобы она освоилась там более-менее. Ну, это надо, иди, да? Ну, тогда давай, давай я заплачу за это. Не надо уже, Серега. Не, ну закорм. Серега, давай я хоть закорм заплачу. Пацаны, подвинь так кул. Ну, это подарок, а это мне уже неудобно. Давай кулу саму. Да, ты пробил, забил, и все, Серега, ну неудобно. Да нормально, блядь. Ух, ёй, ёй, ты так трясы, а? Я не попаду. Сейчас еще пять мешков на лошадь, она уже все поняла. Поняла, что с конца мы ей отдаем все. Ух, и Серега. Ну, на дико одна просьба. Я как? Можно даже снять. Я снимаю. С этим валерчиком привет. Леша и Даша, если вы не разблокируете Серегу, я вас заблокирую. Уже не валерчик. И всем буду рекомендовать. Все, да, и всех попрошу от вас отписаться. Вот. Ультиматум. Вы мне свиней не дарите. Я сказал мне один человек, а, Дмитриевич, директор моей заправки, респект мой Уважуха, полковник бывший Оскар, Серега, давай тебе что взяти? Я ему там кусочек ляса колись привозу. А он говорит, давай тебе что дам. Я говорю, не надо. Як бы не надо будет, я до вас прийду и попрошу. Ну, дай бы Бог, чтобы тот день не пришел. Вот я из-за тебя приеду за поросятами просить, как дай Бог чернушка привозе. Ну, дай Бог, чтобы тот день не пришел. Чтобы у меня они все-таки велицей, чтобы оно было. Он уже одного поросенка у меня взял. Так что, таки, что снимаешь, что что? Да, все это время. В общем, ребятки, чернушку погрузили. Снимаешь хотя бы, да, снимаем. Сейчас будем уезжать, и чтобы вы поняли, что мне чернушку подарили. А в нашей местности говорят 7, чтобы было 7. 7 копеек у меня нету. Вот есть 7 железных рублей. Как вы давай, какие подарили? Продав. Продав. За 7 гривен. Все. Все, Серега. Будешь в Харькове званы. Да, будешь в Харькове, заезжай. Все, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Переходите на канал Сереги, он молодец. Так, ты начинай. Занимается конкретно. Он на самом деле не просил ни рекламы, ничего. Человек просто золотой души. Вот он убежал. Он мне погрузил еще в мешок БМВД с какого-то хера непонятного. И мешок готова комбикорма именно для чернушки. Потому что знает, что я кормлю не сильно правильно. Вообще неправильно. Вообще неправильно. Да, вот так правильнее. Потому что я даю дробленку, ну и бывает что-то им там добавлю. И чтобы чернушка питалась правильно, он мне положил мешок. Ну, на первое время хватит. А потом приготовим что-нибудь правильно. Ну, в общем, начинается дождь. Мы уезжаем. Вон чернушка уже упакована в ящик. И нам нужно ехать, потому что она нервничает. Все, ребятки. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.